Яна Кемерандася, яна наша лакая, чакшарун милитамена, тасмаеш и гравейна. Яна Кемерандася, 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 яна Кемеранда баджи махарашки джей серупану гуру варгатки джейна мачарья шива харидаста курки джейна коти вайшнау ринды киджей сочетание сраслата матха чарья в ринды киджей джей шипа твиджа роман про буки и джейн джейн вишну под вишеварением шива чебах тидан с вами про покупать киджей шигуру парам параки джей джей сапарикара шиши гуру гурам гаган харвагирит хариджа киджей джейши гираж гвардхан джейши нри симхадев прохват махарашки джейши мать и тулуси махарани в ринда дэви киджей бахты в ринды киджей джей гору примананды хребу арикришна дорогие преданные доброе утро рады всех видеть в нашей утренней программе продолжаем наше наше движение сквозь время и пространство в бесконечности и в вечности о господь хари из-за того что я забыл тебя мой язык поразила болезнь невежества я не могу ощутить нектар твоего святого имени ибо я привык ко вкусу мирских наслаждений я не могу ощутить нектар твоего святого имени ибо я привык ко вкусу мирских наслаждений о господь хари если я буду громко и с огромным пощением каждый день петь твое святое имя то подобно сахару который сам по себе является средством от болезни делающий его вкус горьким твое святое имя излечит мою духовную болезнь и позволит мне со временем ощутить твою сладость со временем позволит ощутить твою сладость он милостивый господь насколько же я неудача что не с не в силах оценить твое святое имя как же мне в таком флочерном состоянии сознание освободиться от десяти оскорблений святого имени если я буду каждый день петь твое святое имя ты своей милостью постепенно избавишь меня от десяти оскорблений вкус святого имени будет расти во мне день и до дня пока наконец я не почувствую пенящий нектар твоего имени если я буду каждый день петь твое святое имя ты своей милостью постепенно избавишь меня от десяти оскорблений вкус святого имени будет расти во мне день и до дня пока наконец я не почувствую пенящий нектар твоего святого имени очень важное наставление по поводу по поводу что если каждый день мы будем воспевать святое имя то постепенно мы избавимся от всей боли от всех болезней нашего материального существования наша жизнь она должна быть построена так что в центре в центре нашей жизни было святое имя то есть харер нам а харер нам а харер нам а кевалан каланасте в каланасте в каланасте вагатиранитха то есть все что вы не делали все чем бы мы не занимались куда мы не шли отдыхали работали должны всегда помнить что самое главное это воспевать наши наши круги наши круги и участвовать в санкиртане совместном воспевании святого имени тогда тогда наша жизнь она постепенно преобразуется и все негативные привычки они постепенно уйдут из нашей жизни а все позитивное духовное войдет нашу жизнь недавно слушал лекцию шилга винда махараджи который говорит что говорит об оскорблениях что самом деле успевая святыми нам постоянно совершаем нам аппарат ну такой шутливый вопрос дал что лучше 4 круга аппарат или 16-го аппарат и но можем сказать но тогда мы не это груди обговорить и он говорит мы там подумаем можно тогда мы не будем успевать будем выступать как можно меньше потому что мы совершаем постоянно аппарат хи но гурдев он дальше говорит что на самом деле это не так что само воспевание она только только само воспевание способны избавить нас от всех аппаратах поэтому чем больше мы будем успевать чем больше будем пытаться в этом направлении и чем более качественно будем пытаться это сделать тем быстрее мы избавимся всех наших оскорблений и обретем вкус к святому имени о господь хари если я буду громко и с огромным пощением каждый день петь твои святой имен то подобно сахару который сам по себе является средством от болезни делающий его вкус горьким твое святое имя излечит мою духовную болезнь и позволит мне со временем ощутить свою сладость о господь хари щиру погославия форме духовного учителя донес эти наставления до моего слуха постарайся понять мои слова вот и молящий о сокровище святого имени ибо следуя этим наставлениям ты разовьешь привязанность к воспеванию святого имени следы правилам и предписаниям шастер занимая свой язык и ум внимательным воспеванием и памятованием святых имен божественных образов качестве удивительных игр господа кришны живи на святой земле в раджа взращивая в своем сердце спонтанную любовь и преданность господа ругануга бахти и проводи каждое мгновение своей жизни воспевая и памятуя славе шри хари примите слова как суть всех духовных наставлений примите слова как суть всех духовных наставлений всегда проводить воспевают и памятуя славе шри хари руб ага с вами когда же по своей беспричиной милости ты позволишь это несчастной душе жить во время давния ты преданный рогатмика вечно освобожденная близкая спутница рады и кришны твой смиренный слуга желает всегда следовать по твоим лотосным стопам слям уже не помнить о времени и энергии куда мы куда мы тратим наше время и энергию то есть мы не должны тратить ее на какие-то суетные мирские дела этого мира и нас нужно понять что мы просто больны различными привычками различными привычками услаждать различными способами свои материальные чувства грубым и тонким образом но постепенно постепенно мы должны избавиться от этих всех привычек и трансформировать все все наши действия в служении господа мы все должны занимать в служении господа едим мы пьем спим или еще что-то делаем мы должны всегда это совершать бахте йогу быть связаны быть связанным со служением господа должны быть всегда в настроении севан муки с настроение служения джай аши шаранага тики джай джай ашила бахти и нода такурки джай вот а мы продолжим читать боговат бхитвам джай аши гираж гор хан ки джай а у нам обливать его суды вая спрашивает и зарабатываем деньги да тоже может быть села деньги это самое хорошее средство совершать села потому что это энергия нужно понять что энергия деньги по-другому называются ваш меня только ваш меня она может совершенно служить богине процветания на совершенно служит господа поэтому зарабатывать деньги мы используем лакшми для себя то есть наслаждаемся вашему то соответственно станции совершаем постоянное оскорбление но если мы используем деньги для служения господа то тогда все приходит гармонию но каким образом будем строить храма без денег каким образом будем покупать продукты для того чтобы предлагать и господу нужно покупать качественные продукты качественно готовить предлагать все господу то есть наш на чтобы печатать книги духовные то есть деньги это самое лучшее средства для того чтобы совершать какое-то служение потому что это энергия энергия просто часто очень люди и преданные путают духовную жизнь встречением думаем что для того чтобы духовная жизнь это полная противоположность материальной жизни что нужно от всего отречься и как бы ни с кем не общаться ничего не делать наоборот мы должны все что есть нашем распоряжении задействовать служение господу и деньги это самое лучшее что мы можем задействовать арджуна увача на нашем уровне на нашем уровне потому что мы находимся на определенном уровне мы связаны с некой деятельности в этом мире есть есть приглашение жертвоприношение собственность есть жертвоприношение знания мы до этого несколько дней изучали как раз разные виды жертвоприношения это это является божественным знанием знанием о том как правильно использовать время и энергию средства окружающий мир все все принадлежит господу в этом мире нет ничего не что было бы собственность людей принадлежала их до их него наслаждение поэтому все абсолютно все мы даже не отрекаться а задействовать служение господу так мы читаем глава 5 карма йога деятельность сознание крыш на одна такая из любимых глав определенной категории преданных особенно в индии арджуна увача арджуна сказал санья сам отвержение карма нам действий кришна о кришна у нас основа йогам преданное служение чат также сам соси превозносишь я от которой шри я благотворнее это ее из этих двух ком одно то то мем не в руки и скажи с унисчитан определенно арджуна сказал о кришна сначала ты велел мне отказаться от деятельности а затем дал совет действовать в преданном служении прошу тебе скажи прямо какой образ действий лучше 5 главе бхагавадгиты господь доказывает что деятельность преданном служении лучше сухих философских рассуждений заниматься преданным служением гораздо легче нежели философскими поисками истины поскольку преданное служение будучи духовном по природе не имеет материальных последствий во второй главе господь изложил азы духовного знания рассказав арджуне о природе души и ее заточение в материальном теле там даже говорилось о том как вырваться из материального плена воспользовавшись методом будхи йоги преданного служения будхи это разум основе одухотворенного разума живое существо она занимает ум разум чувство в преданном служении основе методом воспользовавшись методом будхи йоги преданного служения 3 главе господь объяснил что человек который обрел истинное знание освобождается от всех долгов и обязанностей а в 4 главе он рассказал арджуне о том что обрести знание можно совершая различные виды жертвоприношений однако в конце 4 главы господь велел арджуне стряхнуть апатию и вступить сражение во всеоружии совершенного знания одновременно подчеркивая необходимость деятельности в преданном служении и бездействие основанного на знании криша смутил ум арджуны арджуна понимает что отречение от мира основанные на знании подразумевает прекращение всякой деятельности производимой органами чувств но если человек будет заниматься преданным служением как же он сможет прекратить действовать иными словами арджуна думает что саньяса или отречение от мира основанное на знании означает отказ от деятельности вообще поскольку деятельность и отречение от мира представляются ему несовместимыми он как будто не понимает что действие совершаемое на основе истинного знания не имеют кармических последствий и значит равносильно бездействию он как будто не понимает что действие совершаемые на основе истинного знания не имеют кармических последствий и значит равносильно бездействию поэтому он спрашивает у Кришны как ему лучше поступить прекратить всякую деятельность или же действовать обладая совершенным знанием да, давата всем преданный Харе Кришна Верховный Господь сказал саньяса – отказ от деятельности карма-йога – деятельность в преданном служении ча-и – нихчре-яса-карау – ведущие к освобождению убха-оба – таю из тех двух ту-же – карма-саньяса – отказ от кармической деятельности карма-йога – деятельность в преданном служении Вершище-те считается лучшим Верховный Господь сказал «И отказ от деятельности и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению и все же действовать в преданном служении лучше, чем отказываться от деятельности» Верховный Господь сказал «Является причиной материального рабства живого существа» «Покажет, что будет трудиться ради того, чтобы окружить свое тело материальными благами» «Ему придется переселяться из одного тела в другое, обрекая себя на вечное рабство в материальном мире» «В Шимад Бхагатам об этом сказано следующее» «Ну-нам параматта курутеви карма Ятиндрия притая апприноти Насадхумани яттатманоян Асана пиклиша да асадеха Парабхаваставата бодхаджато Явана джиттаса атмататтвам Яваткрия ставаты да мановаи Карматмакам яна шарира банга И вам монаха карма в высшем проюнкте Авидьятмани аппадхямани Пратирна яван маи авасудеви Намучите дыхаю генатават Одержимые желанием чувственных удовольствий Люди не знают, что их нынешнее тело, которое причиняет им так много страданий Результат их прошлой кармической деятельности Хотя тело недолговечное, оно доставляет живому существу Множество разных неудобств и неприятностей Поэтому погони за чувственными наслаждениями не приносит Не принесет никому блага Человек, который не задумывается над тем Кто он на самом деле проживает свою жизнь впустую Тот, кто не осознал свою истинную я Вынужден заниматься кармической деятельностью Ради удовлетворения потребностей своих чувств И сознание, оскверненное желанием чувственных удовольствий Заставляет его менять одно материальное тело на другое Поэтому человек, ум которого поглощен кармической деятельностью Подвержен влиянию невежества Он должен развить в себе любовь к Господу Васудеве Только тогда у него появится возможность освободиться от материального рабства Очень замечательные стихи, которые вообще очень вкратце рассказывают суть материального бытия Одержимые желанием чувственных наслаждений Люди не знают, что их нынешнее тело, которое причиняет им так много страданий Результат их прошлой кармической деятельности Это тело результат нашей прошлой кармической деятельности Хотя тело недолговечное Оно доставляет живому существу множество разных неудобств и неприятностей Поэтому погоня за чувственными наслаждениями не принесет никому блага Человек, который не задумывается над тем, кто он на самом деле, проживает свою жизнь впустую Человек, который не задумывается над тем, кто он на самом деле, проживает свою жизнь впустую Тот, кто не осознал свое истинное Я Вынужден заниматься кармической деятельностью ради удовлетворения потребностей своих чувств И сознание, оскверненное желанием чувственных удовольствий Заставляет его менять одно материальное тело на другое Поэтому человек, в ум которого поглощен кармической деятельностью и подвержен влиянию невежества Должен развить в себе любовь к Господу Васудеве Только тогда у него появится возможность освободиться от материального рабства Итак, гьяны или знания о том, что я не материальное тело, а вечная душа Еще недостаточно, чтобы обрести освобождение Человек должен действовать как душа, иначе ему не удастся вырваться из материального плена Однако деятельность сознания Кришны и кармическая деятельность далеко не одно и то же Деятельность сознания Кришны помогает человеку духовно развиваться, ибо она основана на истинном и совершенном знании Одного отказа от кармической деятельности еще недостаточно, чтобы очистить сердце обусловленной души от материальной скверны Нужно еще сознание Кришны Пока наше сердце нечисто, мы будем вынуждены заниматься кармической деятельностью Но деятельность сознания Кришны избавляет человека от кармы А значит и от необходимости действовать на материальном уровне Поэтому деятельность сознания Кришны лучше отказа от деятельности, при котором всегда остается опасность падения Если человек, лишенный сознания Кришны, отрекается от мира, его отречение неполное Это подтверждает Шиларупа Госвами Бахти Расамрита Синху Если люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с верховной речностью Бога Считая их материальными, их отречение называется неполным Отречение от мира можно назвать, если люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с верховной личностью Бога Считая их материальными, их отречение называется неполным Отречение от мира можно назвать полным лишь тогда, когда оно основано на понимании того, что все в этом мире принадлежит Господу И что никто не имеет права считать себя собственником чего бы то ни было Необходимо осознать, что на самом деле нам ничего не принадлежит, так от чего же нам отрекаться Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда отрешен от мира И поскольку все принадлежит Кришне, надо все использовать для служения Кришне Такого рода деятельность, то есть деятельность сознания Кришны Совершенно и любые потуги саньясь и майвади, отречься от материальной деятельности И идут с ней ни в какое сравнение Так, сейчас мы посчитаем Так, сейчас мы посчитаем Ажуна сказал О Кришна, сначала ты превозносил путь отречения от деятельности, а затем путь бескорыстных деяний Прошу тебя, укажи мне ясно, какой из этих путей наиболее благоприятен Всевышний ответил Как путь отречения от деятельности, так и путь бескорыстных деяний благоприятен Однако бескорыстная деятельность выше Кармическая деятельность Это из своих представлений и хотений Служение Богу, это любовь и желание поддерживать и приносить настоящее благо Спрашивают Да, все делится на две мотивации То есть, одна мотивация, это мы действуем с желанием удовлетворять свои чувства И создавать удобство своему телу И все, что с ним связано Родственникам, окружению То есть, действовать на основе эгоизма То есть, действовать ради себя То есть, наша мотивация жить В принципе, в этом мире все живые существа так и живут Все озабочены собственными существованием и наслаждением Само существование, оно связано с наслаждением И ради этого люди и существуют А духовная деятельность, она связана исключительно с удовлетворением Господа То есть, пониманием, что в центре стоит Он И все создано исключительно им и для Него И мы сами, и мы тоже созданы для Него Поэтому мы должны поменять просто нашу мотивацию Нашу точку зрения на то, для чего мы живем То есть, Швашидар Махараш очень часто говорит Что первое, что мы должны совершить Это обрести правильный угол зрения То есть, правильное восприятие этого мира Пока мы не обрели правильное восприятие Все наши действия, они будут так или иначе Связаны с кармической деятельностью Рея Кришна Джадвайта Чандра Джая Гора Бахторинга Так, мы читаем Сочетание Черетамрита Антелила Глава 3 Величие Харидасово Кура Так, мы закончим Однажды, как обычно, сочетание Махаправу встретился с Харидасом Такуром И в беседе с ним задал ему такой вопрос Мой дорогой Тахур Харидасово В этот век Кали люди по большей части лишены ведической культуры Поэтому их называют яванами Они заняты тем, что убивают коров, уничтожают гармоническую культуру Все они погрязли в грехе Как эти яваны могут спасись? К моему великому огорчению я не вижу никакой возможности для этого Это Господь спрашивает у Харидаса Такура Как могут спасись млечки яваны То есть люди наших стран и святых мест Которые тоже погрязли в грехе Харидаса Такура ответил У тебя нет причин для беспокойства, дорогой Господь Пусть состояние явно в погрязших материальном бытии Не огорчает тебя Эти слова Харидаса Такура достойны преданного Посвятившего всю жизнь служению Господу Когда Господь переживает в виде положения падших душ Преданный успокаивает его, говоря Мой дорогой Господь, не волнуйся Это и есть настоящее служение Все мы должны принять миссию И сочетание Махапрабу, чтобы избавить его от беспокойства Если нужно понять, что Господь личность И он тоже беспокоится Это будет настоящим служением Господа Тот, кто старается избавить сочетание Махапрабу от беспокойств О падших душах, несомненно, очень дорог Господу и близок к нему Поносить такого преданного, который за всех сил старается распространять Распространять учения сочетанием Махапрабу кощунства Зависть таких людей, безусловно, навлечет кару на их голову Явана Сакалира Мукти Хаби Анаяси Харама Харама Бали Кахи Намабхаси Явно часто повторяют Харама Харама, что можно перевести Перевести, как О Господь Рамачандра Благодаря этой Намабхаси они очень быстро обретут спасение Преданное из чувства великой любви восклицает О мой Господь Рамачандра, о мой Господь Рамачандра Явно тоже повторяют Харама Харама Посмотри, как удачлив они Если ребенок коснется огня, он обожжется так же, как и взрослый Хридас Такур говорит, что как великий преданный Господь восклицает Харама Харама Так и Явно, которые не знают трансцендентного значения слов Харама Харама, произносят эти слова в своей повседневной жизни У Явных слово Харама означает отвратительно Преданные, в отличие от Явных, произносят слова Харама в экстатической любви На посок эти слова являются духовным суммумбонум, абсолютным благом И повторение приносит реальный результат как великим преданным Так и Явным, подобно тому, как огонь действует одинаково, как на взрослого, так и на ребенка Иными словами, святое имя Господа, Харама Всегда оказывает воздействие, даже если его произносят, не имея в виду Верховного Господа Явно произносят святое имя, вкладывая в него другой смысл, чем преданные Но святое имя Харама обладает таким же духовным могуществом Что действует в любых обстоятельствах, независимо от того, знает человек о его значении или нет Об этом говорится в следующем стихе Намачаре Хредастакуру, учитель практики повторения святого имени, сказал Повторение святого имени Господа с намерением обозначить нечто отличное от Господа Относится к категории намабхаса, то есть тени Теневого воспевания святого имени Даже когда святое имя повторяют таким образом, оно сохраняет свое трансцендентное могущество Даже когда святое имя повторяют таким образом, оно сохраняет свое трансцендентное могущество Даже млечко, которое умирает, каков кабана, повторяет снова и снова харама, харама, получает освобождение. Что же тогда говорить о тех, кто произносит твое имя с почтением и верой? Здесь речь идет об одном случае, когда мясоед, которого ранил кабан перед смертью, снова и снова повторял слова харама, харама. Это цитата из Дресимха Пурана, что свидетельствует о том, что даже в пураническую эпоху жили млечки и яваны, мясоеды. И слова харама со значением «будь проклят» всегда тоже были в ходу. Так Харидас Такур приводит доказательства в пользу того, что даже мясоед, который проклинает что-то словами харама, обретает такое же благо, какое получает преданный, когда произносит «О мой Господь, Рама!» Сегодня у нас такой день, прям посвященный прославлению святого имени. И что вся жизнь наша, еще раз повторимся, должна быть закручена вокруг этой духовной практики, вокруг воспевания святого имени. Харихарай анамакришна ядавая намаха Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И служение Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok